В Карагандзинской области откроется первый колледж инклюзивного образования. Глава региона Нурмухамбет Абдзибеков предложил 15 проектов по развитию сферы образования. Традиционное августовское совещание проходило в режиме онлайн. В нем приняли участие более 5000 педагогов со всех городов и районов области. Подробности у Марины Золотаревой. В текущем году бюджет сферы образования в Карагандзинском регионе превысил 65 миллиардов тенге. Ведется строительство и реконструкция 13 школ и детских садов. Капитально отремонтированы более 40 учебных заведений. Полностью ликвидировано трехсменное образование. Однако, как отметил Аким области, в данной сфере немало проблемных вопросов, которые необходимо решать. Глава государства уделяет огромное внимание в целом системе образования. Можно выделить 15 основных шагов, которые нам предстоит сделать вместе, объединив училия местных исполнительных органов, педагогических коллективов и заручившись, конечно, поддержкой нашей общественности. Во всех отделах образования будет внедрена система менеджмента качества, которой пользуются более полмиллиона организаций мира. Методические кабинеты станут действовать на правах самостоятельного юридического лица. В школах будут созданы кабинеты профоориентации по германскому опыту. Откроется первый колледж инклюзивного образования. Это только некоторые из 15 проектов, которые презентовал глава области. Я по программе с дипломом в село поеду работать в аул. Я полностью поддерживаю все проекты по развитию образования, которые сегодня были озвучены, и постараюсь оправдать оказанное мне доверие. В регионе впервые учрежден знак за вклад в развитие образования Карганинской области, которого удостоились ветераны педагогического труда. Без внимания не остались и молодые специалисты. Руководство области вручило им памятные подарки. Марина Золотарева, Сайлау Игликов, Караганда.